Меня зовут Екатерина Берези, я сооснователь проекта Экзоатлет. Мы сделали первый в России экзоскелет для реабилитации тех пациентов, которые потеряли возможность ходить. Наша команда это робототехники родом из МГУ, и мы 4 года работали над этим проектом. За это время мы сделали 2 версии экзоскелетов, провели клинические исследования, прошли сертификацию, создали методики использования и произвели уже почти 100 экзоскелетов. И экзоатлеты сейчас активно используются в российских клиниках и в Южной Корее. Да, у нас есть экспортная выручка уже, мы продаем наши высокие технологии на азиатском рынке. Представляете, мне один здесь зашёл, тоже предприниматель, и одно из моих увлечений – это горные лыжи. Я предложил вот такое приспособление, ну типа этого, экзоскелета, чтобы совершенствовать свои навыки в горных лыжах. Я говорю, слушай, я улечу куда-нибудь там, прямо на свину, вверх, на вершину. Нет, всё так продвинуто, очень интересно, но я пока не использовал. Ну, мы пока используем экзоскелеты для восстановления двигательной функции. Я понимаю, да, я понимаю. И мы пока достигли, на самом деле, хороших очень результатов. У нас есть пациенты, которые реально начали ходить. Мы сейчас планируем открывать компанию в Японии. У нас есть партнёры, которые готовы с нашими экзоскелетами ходить на японский рынок и на европейский рынок. И главная ценность экзоскелета, то, что она даёт возможность человеку, который потерял возможность ходить, но встать, начать ходить и, как следствие, установить свою двигательную функцию. Но мы видим потрясающие возможности в восстановлении людей, в снижении инвалидизации, как следствие. Поэтому это можно решить, если создать систему экзореабилитации, которая была бы непрерывной. То есть идея в том, что она начинается в стационаре, когда человек получил травму или заболевание какое-то, например, инсульт, и непрерывно продолжается в амбулаторной фазе рядом с домом. Это может быть реализовано на базе поликлиник, центров соцзащиты, фитнес-центров. Это может быть ГЧП, хорошая программа для ГЧП. Или даже на дому, если человеку дать на прокат экзоскелет, для того, чтобы он на время реабилитации. Это может быть как средство ТСР. И, в общем-то, это можно реализовать в три шага. Если в каждом регионе выбрать на второй этап и на третий этап площадки, которые заинтересованы и поддержать их как социально значимые, создать медикоэкономические стандарты и, соответственно, тарифы на каждый этап, на второй, на третий, амбулаторный, и обучить специалистов в системе маршрутизации этих пациентов и работе в экзореабилитации. То есть самое важное, чтобы был экономический эффект от этого процесса, от экзореабилитации, нужно максимум внимания уделить именно амбулаторной программе. Потому что если медико-социальная экспертиза будет прописывать пациентам экзореабилитацию и в индивидуальной программе реабилитации это будет тоже прописано, то тогда можно будет рядом с домом три раза в неделю приходить человеку тренироваться в скелете по часу, как мы ходим в фитнес. Таким образом, за несколько месяцев кому-то, может быть, понадобится год или два, но будет существенное улучшение здоровья у этого человека. Это такая программа, которая, это новая возможность, которая появилась только благодаря тому, что были разработаны экзоскелеты, мы один из пяти проектов в мире, и эти тренды, они есть уже, мы их видим в других странах. Ну, смотрите, у нас несколько направлений, которыми мы будем заниматься в особом режиме. Это здравоохранение, образование, инфраструктура, высокие технологии, образование, то есть здравоохранение точно сюда входит, и предполагаем даже в абсолютных величинах в два раза увеличить расходы на образование. Поэтому это всё должно быть упаковано в программу развития здравоохранения. Обязательно будем иметь в виду и эти предложения. Конечно, реабилитация очень важна для того, чтобы человека поставить в строй, и здесь разные существуют варианты. Вот то, что Вы сказали в завершении, это создание каких-то центров, которыми могут пользоваться сразу несколько людей. Да, на базе поликлиники уже существует. Так что мы посмотрим, конечно. Да, спасибо большое. Спасибо вам.